Как обычно в Воронеже много болельщиков, матчи проходят интересные. Мы не так давно здесь были уже в конце этого чемпионата. Еще раз приехали в обновленном составе. Матч интересный. Я думаю, Швайкл, наверное, все-таки заслуженный победил. Хотя, если брать концовку матча последние 15 минут, то в какой-то степени тоже повезло. Дальше вопрос. В каких компонентах хозяева выглядели предпочтительность сегодня? Надо, конечно, проанализировать конкретно более, но мастеровитая команда хорошо владеет мячом. Это козырь, вы знаете, это именно козырь факела. И мы изначально старались не дать разбежаться. Во многих случаях у нас это получалось, пока не произошел этот момент в пенальте. Но здесь, наверное, все-таки не наш просчет, а больше заслуга футболистов факела, что они здорово разыграли и выиграли футболиста 1-1. А дальше пошел уже бою до острых футбол. Так сложилось. В каких компонентах я сейчас конкретно не могу вам сказать. — Молодые футболисты как себя проявили в сегодняшнем матче? Вот в особенности Проничев и его заменил Иванченко, который недавно совсем 17 лет исполнился? — Ну, если вы вспомните матч, который у нас проходил в конце того сезона и сейчас, у нас команда, наверное, вы видели, что обновилась очень сильно. Трое ушли в Тосно играют сейчас, кто-то ушел в Премьер-лигу, Шридаев уехал в Трапзонспорт, кто-то в Самару ушел. Практически вся группа атаки приходится выстраивать заново. Но то, как они проявляются, эти футболисты, мне нравится. И я больше скажу, если сравнивать матч этот, где мы играли, и какие-то матчи другие, где совершенно не ходят зрители, где искусственное поле, то этот матч принесет даже это поражение. Им гораздо больше пользы, нежели матч в условной Мордовии, где там пришло полтора человека, и мы сравняли, не проиграли. Но этот матч больше пользы принесет, потому что, во-первых, натуральное поле, во-вторых, играющая команда, прессинг-борщик. Сколько сегодня? Тысяч 4 было? Пять? — Ну, тысяч 5, наверное. — Ну, тысяч 5 они, наверное, при таком количестве и не играли никогда. Потому что, если они хотят на высоком уровне играть потом, чтобы 25 на Петровском, чтобы не поддерживать прессинг, потом 50-70 тысяч, то это тяжело. Вот они должны с этого начинать. Поэтому я считаю, что этот матч принесет ему больше пользы. И то, как они раскрепостились к концу, после того, как пропустили мяч, мне очень понравилось, и старались до последнего, и сами видели, это делать нам честь. А дальше, ну, наверное, самая главная наша победа, условно, Чернов, который в прошлом году здесь играл против Айкова, сегодня в то же время, вы знаете, основной состав играл на Петровском. Чернов провел 90 минут. Вот это, наверное, наша цель, наша работа. То, что футболисты уходят, ну, это беда всех вторых команд, наша и Спартака, и мы к этому должны быть готовы. И не на что нам здесь пенять. Но и спрашивать с этих футболистов, которые выходят, я буду уже по-мужски, потому что это мужской футболисты. Ваша поездная серия, вот седьмой матч, здесь побед, это скорее какое-то невезение, или в чем вы видите? Если я вам сейчас скажу невезение, надо мной будут все смеяться. Нет, нам надо прибавлять, конечно, но я думаю, что есть команды, которые хуже нас на выезде поступают. Знаете, это для журналистов больше, знаете, невезение, витение. Это вы считаете все-таки моменты, как в случае с Экинфеевым. У всех сразу уже заготовлено, да? У нас Экинфееву забили мяч в Лиге Чемпионов, все сразу в эфир на всех сайтах, правильно? Ну, наверное, точно так же. Все только ждете, когда им забьют, правильно? Ну, если вы это объективы. Это та же самая история, больше для вас, журналистов. А у нас, ну, что касательно нашей команды, то мы больше ориентируемся на те ошибки, которые мы должны исправлять, психологически готовить футболистов именно к таким матчам. Если помните, в прошлом году первый матч нас факел вынес в 4-2 в Питере, то уж в ответ на матч, когда мы здесь выиграем, мы смотрели совершенно по-другому, играли в более открытых. Вот это задача всей этой нашей команды. Хватило ли вашим ребятам сегодня эмоций после 0-4, домашнего, предыдущего? Ну, видели. Хватило. На концовку еще больше того, сколько осталось. А 0-4 после таких поражений тоже надо в себя приходить. И мы как раз всю эту неделю возвращали, пытались их психологически вернуть в себя, потому что такую оплеуху получить 4-0 на своем поле тяжело. Ну, мне кажется, мы вышли из этого. И из этого с честью и достоинством. Александр Николаевич, после первого круга этого чемпионата ваша команда находится на восьмом месте в турнире на Таблице, а после первого круга прошлого чемпионата была на шестнадцатом месте. В связи с этим вопросом, можете сказать, что вы ощущаете прогресс преимущественно молодых игроков вашей команды? Ну, сам прогресс я уже говорил. Прогресс тех футболистов, которые от нас уходят и которые, условно, в Тосно бьются за путевку в премьер-лигу. Кто-то уже в премьер-лиге играет. Еще раз повторюсь, тот же Чернов по 90 минут проводит в такой команде, как «Зенит». Это топ-команда, правильно? Вот прогресс. Теперь на смену им пришли вот эти футболисты. И в следующем году, я думаю, что зимой у нас опять обновится состав, потому что некоторым, наверное, придется покинуть. И ребята, которые проявляют сейчас в дубле себя очень хорошо, там, проводят с играми по Симутинку, они поедут с нами на сборы и будут участвовать в Кубке ФНЛ. И я думаю, что в втором круге мы будем еще более молодой командой принимать ваш факт. А то, что прогресс, ну, если в прошлом году было 16-й, а сейчас 8-й, ну, вы сами ответили на свой вопрос. Без Зырянова сегодня тяжелее было? Ну, вообще эта команда создана для молодых футболистов. Поэтому без Зырянова тяжелее, пусть привыкают. Пусть привыкают, когда на поле, я даже не знаю, насколько сегодня самый старший был. Молодым надо посмотреть. Ну, не интересует. Хотя бросили в мужской футбол, выплывали. Иначе, мне кажется, некоторые уже вообще задержались у вторых команд. У нас есть, я условно начинал, я уже 20 лет в Испании играл. А некоторым уже по 21-22, уже надо быстрее переходить в мужской футбол. Чем раньше они начнут, тем лучше для них. Что касается самого результата поражения, ну, конечно, оно негативное для нас, как для любого спортсмена, да. Но мы уже научились делать даже из поражений плюсы, даже из таких, как 0-4 в прошлой ночи с Кубами. Ну, по крайней мере, мы не стараемся закрываться совершенно, и не собираемся стоять все 10 человек перед своей штрафной, а пытаемся учить их играть в футбол, насколько это возможно, в контр-игре, потому что иначе они не научатся играть в футбол. Потому что если поставить 10 человек сзади и бить по трибуну, во-первых, это зрителям не понравится, а во-вторых, они ничему просто не научатся. Ну, хочу поздравить ребят, прежде всего, и наших болельщиков с победой поздравить, и поблагодарить ребят, что играли с хорошей отдачей. Сложность была, и мы прекрасно понимали, что, ну, не думали, что так построят «Зенит» свою игру, что они будут играть вторым номером. Но то, что они ушли совершенно в глухую оборону, играя в пять защитников с двумя опорниками и практически без нападающих в три полузащитника упавая на быстрые атаки. Можно сказать, что команда «Зенит» — молодые ребята, организованные, обученные, добротная команда, всё. И здесь, конечно, скрывать такую оборону было архи сложно. И так же, как в предыдущей игре, я говорил о том, что фактор голый имеет значение. И здесь то же самое. То же самое. Забей Миши. Ну, опять, сослайденное наклонение, наверное, неуместно всё. Но я анализирую игру. Забей Миша на первых минутах. Пустые ворота головой. Мяч Бирюков после великолепной передачи Саталкина. Команда подкрылась. То, что произошло во втором тайме. Как только команда открылась, у нас сразу появились шансы. Хорошие шансы в быстрых атаках. Мы должны были, так скажем, доводить до логического завершения. Раньше не устраивать нервотрёпку в конце игры. Ну, в конце игры так уже у них, так высокорослая у них команда. Ещё выпустили там долгово, высоких ребят. И пошла такая уже игра. Упрощённый вариант подачи, борьба. По такой погоде, при такой скучности уже на последних минутах в нашей штрафной площади. Это чревато, чревато. А то, что они использовали уже при забитом мяче 1-0. Когда они открылись, обязан Ваня был решать задачу. Снимать все вопросы, забивая второй мяч. Когда с Мишей Бирюковым они вдвоём убежали в чистую один в один. Но он не совсем, наверное, верное решение принял. Врата выходил на него и стерелся уже. Здесь можно либо подсекать нужно было, либо в сторону убирать и пустые ворота забивать. Великолепный момент был после разверша стандарта у Курилова. Необходимости с такой дистанции, по такой погоде бить ударом никакой не было. Там нужно было просто щекой попасть в ворота и всё. Шансы появились у нас тогда, когда забили мяч. Ну и мяч великолепно забили через центральную зону, через стеночку. Мы знали, что у них с Кубанью они два мяча пропустили через центральную зону. Мы говорили об этом на предматч-установке. Но они сыграли в три центральных защитника. Всё великолепно вскрыли именно в центральную зону. Хорошая проникающая передача. И Миша, используя свои скоростные качества, заработал пенальти и реализовал его. С чем я и поздравляю всех с победой. Уже после долгого перерыва Курилов вышел на поле. Лукьянов появился. И в этой связи ротация опять на лицо. А Шахов, что здесь? Ну вот видите, у нас всё время... Один варбашок. Я не хочу делать ссылку на то, что у нас есть определённые проблемы. Но, действительно, они есть. Они есть. На два дня не тренировался. Шахов у него боли в коленном суставе. И он честно, откровенно сказал, я в полную играть не смогу. Пришлось, особого выбора не было. Либо опускать сюда, на место Шахова, Диму Иванова в центральную зону. Тогда в опорной зоне один вариант у нас только Трошечкин. Трошечкин пропустил много времени из-за травмы. Лукьянов много времени из-за травмы пропустил. Курилов тоже самое пропустил, только начал тренироваться. И здесь, ну, приняли такое решение, что Курила опытный игрок. Там всё в пользу опыта выбор. И, в принципе, он неплохо отыграл в обороне. Там были немножко такие тактического плана ошибочки. Но это в каждой игре бывает всё. Поэтому такая ситуация, риск был, и риск определённый, серьёзный. Потому что центральная зона, центральный защитник, центральный опорный полузащитник. В этом плане риск был. Соловьёв, когда начнёт прибавлять реально? Вот он как пришёл, и вот так ничего не меняется? Надеемся на то, что должен. Если он начнёт правильно играть, мы ему всё время указываем и на теоретических занятиях, и в тренировках. У него огромный потенциал. Но он пока его не использует. Свои скоростные качества, свой дриблинг. В чём у него проблема? Проблема в том, что он, принимая мяч, не с уходом работает, а принимает мяч всё время в сторону наших ворот. Либо поперёк начинает движение. Вот показал. В первом тайме один раз он вскрыл фланг. Хорошо вскрыл фланг, но не сделал достаточно акцентированную передачу. И во втором. Вот такого Соловьёва мы ждём, когда он заиграет на таком уровне. Тоже травму преследует. В Балтике он не ездил, травмирован был. Тоже долго не тренировался. Здесь нюансы. Но то, что он играет не в силу своих потенциальных возможностей, это вне всякого сомнения. Надеемся, что он прибавит во втором круге. Это оставшаяся часть и весенняя часть. Всё-таки пришёл в новый коллектив какое-то время. Но с уровнем его мастерства ясно, что он вклад для команды делает должен больше. Пожалуйста, ещё вопрос. Павел Петеревич, первый половин чемпионата позади. Третье место, пять очков до ТОСНО. В принципе, отличный результат. Но согласны Вы с тем, что были такие возможные очковые потери, например, как в Коренинграде, где могли больше добрать очков? И, в принципе, это далеко не максимум пока фальтеров. Ну, всё дело в том, что да, с точки зрения результата, да, хороший результат, первый круг на третьем месте, с определённым очковым запасом в три очка от ближайшего преследователя. Да, где-то, ну это футбол, где-то бывает очки ты берёшь, где, казалось бы, не должен взять, то ли по игре, то ли объективно соперник сильнее берёшь очки, где-то теряешь. Я считаю, что потеряли мы очки. Да, в Калининграде, опять же, те моменты, которые у нас были, нереализованные моменты. Там до гола, так же, как сегодня игра шла. Забей гол, всё, открывается команда. А так, десять человек – то же самое всё. Я говорил, что позиционная атака у любой команды ФНЛ, у любой команды Премьер-лиги – это не самое сильное качество. Это нужно… Барселона может вскрывать насыщенную оборону, потому что там технически настолько оснащённая, настолько отработан механизм взаимодействия между игроками. Это сложный момент, это не сильное наше качество. Я говорил об этом и говорю. Всё. А то, что где-то потеряли, где-то приобрели – это неизбежно. С точки зрения результата я благодарен ребятам и руководству клуба всё за то, что всё делают для того, чтобы команда достойно выступала. Всё. Поэтому будем считать, что промежуточный итог хорош. Ну, тут всё относительно не заканчивается. На длительную паузу мы позже ещё пять туров играть. И плотность такова, что вот заканчиваем мы 26-го, практически за 25 дней с переездами мы играем пять игр. Там плотность такова, что нужно достойно завершить эту часть чемпионата и подготовиться уже к весенней части. и решать задачи, как минимум быть в стыках, постараться. Владимир Владимирович, кто может до конца вот этой части чемпионата усилить команду из тех, кто сегодня в лазарете? Ну, те, кто в лазарете, в ближайшее время… Степанец, понятно, что Степанец выбыл до конца чемпионата. Это однозначно. Витя Свежов сделали операцию, сейчас рецидив. Опять маловероятно, что сейчас он появится. Это исключённый вариант Свежов, центральный полузащитник. Горокоев что делает? Горокоев проигрывает во всех компонентах тем ребятам, которые попадают в обойму и готовятся к играм. Это и по тренировкам видно, и по игре за дублирующий состав. Не выделяется он ничем. Поэтому такая ситуация. Понятно уже, с кем команда расставаться будет в ходе зимней паузы? Ну, об этом, наверное, пока рано говорить. Потому что ещё играть пять туров, всё. Но приблизительно мы уже понимаем, с кем мы будем расставаться и какие позиции нужно усилить.